Историями о полицейской коррупции в последнее время никого не удивишь. Только вчера в аэропорту Киев задержали на взятке начальника отделения полиции. Вот сегодня новый эпизод, теперь уже в аэропорту Харькова. Там попались полицейские вымогатели, они предпочитали зарабатывать на иностранцах. Что предлагали туристам и чем шантажировали, знает Светлана Шекера. Двух сотрудников Слободского райотдела полиции, которые несут службу в аэропорту, задержали с поличным. У пассажиров, прилетевших из Стамбула, капитан и капрал требовали деньги. Взяли 3800 гривен. В прокуратуре говорят о налаженной схеме. Примерно по 50 долларов человека граждане Турции платили только за то, чтобы беспрепятственно выйти из здания аэропорта в город. До нас приездили туристы на 2-3 дни. Правоохоронцы пояснивали гидам, что мы прифронтовая зона, что у нас очень посилены заходы безопасности. И если туристические агенции не хотят, чтобы их клиенты втрачали в аэропорту почти неделю из тех двух дней, которые они собирались пробыть у нас в Харкове, то необходимо немного заплатить. В СБУ добавляют, за деньги полицейские закрывали глаза и на поведение туристов, и на то, что они везут в чемоданах. За 4 месяца правоохранители сняли с иностранцев 30 тысяч гривен. Вчера при виде бойцов спецподразделения, которые прибыли на задержание, они бросились в рассыпную. Пытались избавиться от крупных сумм в карманах. В туалете был оборудован специальный тайник. В схеме были задействованы не только рядовые сотрудники полиции. По предварительным данным, они делились с начальством, которое их покрывало. Во время обысков в кабинетах и дома нашли еще почти 130 тысяч долларов и полмиллиона гривен. Двое полицейских сейчас под стражей. Я думаю, что до конца сегодняшнего дня у нас уже будут оголошены подозры и завтра мы пойдем к суду с хлопотанием про броня за побежным заходом. В полиции поведение своих сотрудников не комментируют, только устно сообщили. Подозреваемые отстранены от работы, идет служебная проверка. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.